Подумайся, что ли? Ну, давай. Что-то я рассялся. Я так мечтала, что... Вы мне сегодня сдаёте контрольную помощь? Нет, в следующий раз. В следующий раз? В следующий раз. Да, в следующий раз. Да? В прошлый раз напомните мне, что мы делали, потому что у меня все глупы, чтобы пришли вас знакомить. Я забываю, кто-то занят. То есть мы наушный стиль вышли на контрольную. Я дал вам две недели, да? То есть мы сегодня начинаем с вами официальный деловой. Кто ещё работал над ошибками? Давайте, пожалуйста. Делайте подзаголовок официальный деловой стиль русского литературного СК. Задачки я решал всякие. Нет, кто-то не мог. То есть мы послевал компромат. Ну, 20, да. Что там? Мы начнем с вами с экстралингвистических свойств этого стиля. Экстралингвистическая характеристика. Экстралингвистическая. То есть надязыковая. Ошибочно считать. Я напомню, что такое экстралингвистическое свойство. Ошибочно считать, что стиль, он завязан только на языковых ресурсах. Стилистика ресурсов существует. Это поствид стилистики, раздел стилистики. Но на самом деле важно не то, какое языковое средство куда попало. А то, как отстроились языковые средства и почему они именно так отстроились. То есть вот эти самые экстралингвистические свойства, они не всегда напрямую связаны с языком. Они соединяют язык и культуру, язык и общественные требования к тому или иному стилю. Но для того, чтобы показать, что ресурсами стилистика не исчерпывается, надо себе представить и задать такой вопрос. Если слово имеет, например, суффикс ений, то оно какое? И в каких стилях оно может быть? Ну, отчетливо можно говорить, что оно книжное, потому что это печеное существительное. И в то же время в русском литературном языке нет ни одного стиля, где бы это книжное слово не могло появиться. То есть характеристика, оно пикатеет книжной речи, но вообще-то проявляется везде. Экстралингвистические свойства – это как раз те качества, которые вызвали этот стиль жизни, и те, которых не требует конкретной реализации стиля. Ну, давайте начнем с вами с такого качества, как точность. Потому что это качество важнейшее для деловой речи, и оно тесно связано с точностью в науке. Точность речи в официальном деловом стиле понимается как абсолютная однозначность. Достигается она за счет того, что многозначные слова употребляются только в одном из своих значений. Многозначные слова употребляются только в одном из своих значений. А также за счет активного употребления юридических терминов. А также за счет активного употребления юридических терминов. О юридических терминах нужно сказать немножко отдельно. И напомнить, что одним из ярчайших признаков научного стиля становится употребление терминов той конкретной науки, которой посвящена работа. В деловой речи иначе юридическая терминология пронзает все документы, то есть попадает во многие документы. Особенность юридической терминологии в том, что она зачастую внешне совпадает с бытовыми словами. И это совпадение с бытовыми словами неудобно. Научная речь сразу же сигнализирует о том, что вот какое-то слово, оно тебе непонятно, значит, бери словарь, смотри этот день. Юридические термины, наоборот, они как будто маскируются в русском языке под бытовые слова. И когда мы смотрим тексты законов, мы далеко не всегда, если не являемся специалистами в этой сфере, можем сразу же сказать, что вот это термин, это не термин, здесь вот это имеется в виду, здесь кто. Ну там такой памятный мне пример, пример со словом помеха, которое воспринимается как бытовое, а то и разговорное слово. И в то же время слово помеха в правилах дорожного движения зафиксировано как термин и раскрывается. То есть если вам говорят, что вы создали помеху на пешеходном переходе, то это не просто слова и не просто интерпретация, а это юридическое понятие, которое может быть раскрыто, и у него есть описание, что значит создать помеху на пешеходном переходе для пешеходов. Ну, движемся здесь дальше, вот отдельно пока о юридических терминах так коротко скажем. И за счет чего еще достигается точность? За счет использования строгих номенклатурных названий. За счет использования строгих номенклатурных названий. Ну вот, например, даже в образовательной деятельности я сам не могу считать себя строгим человеком в номенклатурных названиях. Ну, например, я на биологическом факультете всем объясняю, что они все биологи, хотя экологи мне говорят, нет, мы не биологи. На физическом факультете всем говорят, что мы физики, хотя инженеры мне регулярно говорят, мы не физики, мы инженеры. У нас вообще другая работа, другая специальность. Вот этот пример я вам привожу, чтобы вы понимали, что для меня как живого человека, раз я на физическом факультете, то здесь все физики, а в то же время, когда речь идет о номенклатурах, то надо смотреть на то, какие специальности вам на самом деле присваиваются и называть их достаточно точно. И я вот сейчас у вас сидит группа, точнее здесь много групп, я не знаю, кто из вас, кто вы, для меня физики, но вы, наверное, себя идентифицируете по точным номенклатурным позициям. Вот этот подход, чтобы определять себя строго в соответствии с документами, с номенклатурой, это и есть подход официально делового стиля, который нельзя поменять. В частности, ну там, если в быту мы можем найти много слов для описания одной и той же специальности, то деловая речь фиксирует только одно название и уже никуда его не сдвигает. Появление любого другого слова предполагает, что эта специальность будет чем-то отличаться от предыдущей смежной находящейся рядом. Ну, вот, еще о точности последнее нужно сказать, что точность речи связана с большой ролью числительных и имен собственных. Точность речи в деловом стиле связана с большой ролью числительных и имен собственных. Ну и достаточно. Об этом переходим к следующему качеству, чтобы уже сразу подчеркнуть, что экстралингвистические свойства речи, они не напрямую вытекают из языковых явлений и зачастую вытекают из культурных некоторых установок. Потому что вторым качеством мы назовем с вами юридическую безупречность. Есть такое понятие в деловом стиле – юридическая безупречность. Понятие юридической безупречности предполагает, что документ должен соответствовать действующему законодательству. Документ должен соответствовать действующему законодательству. И его объективность, точность проверяются юристами, а не лингвистами. Объективность, точность документа проверяется юристами. Именно поэтому целый ряд документов по закону должен засвидетельствовать нотариус. Связано это в первую очередь не с тем, что без нотариуса мы не можем такой документ составить, а с тем, что нотариусу вменяется в обязанность разъяснять все людям. И брать с них подписи, что они все поняли, что они согласны с этим, что здесь не осталось недоразумения. И государство в этом смысле контролирует, что люди обращаются к юристу, но в некоторых случаях не контролируют. И когда мы заключаем, например, договор с работодателями, нас никто не заставляет пойти к юристу и проверить этот договор у юриста. Или когда мы оформляем кредитные договоры, нас тоже никто специально не отправляет к юристу, хотя весь опыт жизненный учит тому, что если договор для тебя значимый, если суммы оговоренные там важны для тебя, то без юриста лучше ничего не подписывать, надо пойти к человеку, который понимает в тексте этого договора и который тебе отчетливо, доступным тебе языком объяснит, кто кому должен по этому договору. Потому что иногда бывает, что люди подписывают такое, что очень трудно верить в то, что они правда поняли, что они подписывали. Например, в стандартных договорах книжных издательств часто забита строчка о том, что авторские права навсегда уходят издателю. И понятно, что любой человек, который прочитает этот договор, говорит, нет, нет, стоп, эта строчка какая-то ненормальная, давайте обсуждать, что такое авторские права и куда я их, насколько передаю. И все издательства говорят, да-да, конечно, это у нас просто стандартно забито. Но раз оно там стандартно забито, это значит, что есть какое-то количество авторов, которые это подписывают и отдают свои авторские права навсегда. Вот. Ну, сдвигаемся дальше. Следующее качество, о котором мы с вами говорим, это стандартизация изложения. Стандартизация изложения. Упрощенно можно сказать так, что официально деловая речь не любит креатива. Официально деловая речь как бы противостоит творческому началу в языке. Это, конечно, очень упрощенный подход, потому что на самом деле творчество в языке вообще никогда не уходит. Оно все время там присутствует, просто оно модифицируется и по-разному выглядит. Но общая идея стандартизации изложения может быть сформулирована в следующем принципе. В принципе, типовая ситуация стереотипно оформляется. Типовая ситуация стереотипно оформляется. В этом принципе достаточно четко показано, что если ситуация нетиповая, то, конечно, ты будешь искать какие-то средства выражения, которые точно соответствуют этой ситуации. Но, может быть, они вообще единственные в своем роде. Но, для того, чтобы было понятно, что такое вообще стандартизация, надо вспомнить ситуацию, когда вас где-либо просят написать документ. Просят написать объяснительную записку, написать заявление, характеристику, все что угодно. И говорят, ну вот, сядь и напиши. Как поступает любой нормальный человек в этот момент? Он просто образец, конечно. Очень часто ему почему-то к нему недобры и говорят, нет никаких образцов, каждый пишет сам. Ну, тогда мы немножко сидим, думаем и говорим что-то вроде, а кто-то уже писал, дайте посмотреть. Мы это делаем не потому, что нам очень трудно взять и написать, а просто любой человек, который уже писал эту бумагу, он уже описал эту ситуацию какими-то типовыми ресурсами. Соответственно, размножать ресурсы, это вообще неправильно в деловой речи. Здесь работает этот принцип. Если найдена хорошая формулировка для этой ситуации, не надо искать другую, надо ее же всегда и брать. Причем эта хорошая формулировка внешне может выглядеть уродской. У меня у самого был такой конфликт, долгий с формулировкой. Я ее часто приводил на занятия, как пример, много лет. Как пример такой несуразицы официально-деловой. И потом, как-то раз я это сказал опытному кадровику. И опытный кадровик мне сказал, ну, Сереж, ты придираешься просто. Я говорю, да ничего не придираюсь, так не надо говорить по-русски. Мне говорят, а теперь попробуй ту же ситуацию описать другими словами. И мне сначала казалось, что, конечно, я сейчас попробую, и все получится. Не, а не получилось. А знаете речь о каком документе? О таком известном многим из вас документе. Я его встретил в деканате одного из вузов, он лежал под стеклом. И этот документ, это был образец заявления на смену фамилии. В ситуации, когда девушка вышла замуж, и ей надо, чтобы поменяли фамилию документа. Это, в общем-то, типовой документ, с ним люди часто встречаются. И вот там был такой образец, в котором дословно было написано. Прошу с такого до такого считать меня по фамилии такой-то в связи со свидетельством о браке. Вот оно. Для меня вот эта формулировка «прошу считать меня по фамилии такой-то» показалась совершенно безумной. Но когда я, правда, попытался найти какую-то замену этой формулировки, то оказалось, что я не могу ее найти. Потому что, с точки зрения деловой речи, я вообще-то должен назвать документы, в которых надо изменить фамилию. И получается, что этот перечень документов не вполне ясен студенту, и главное, он очень длинный. Он неудобный. Тогда как формулировка «прошу считать меня по фамилии такой-то» принципиально и означает, что во всех положенных документах, которые ты можешь и не знать, кадровики, которые это все знают, они вносят соответствующие изменения. Причем делают это на полуавтомате. Соответственно, вот эта вроде бы нелепая формулировка, она удобна, она работает. И после разбора этой ситуации я стал еще спокойнее относиться к документу и стал всем учить, когда смотрите на образец, если там не написано матом что-нибудь про Путина, то можете смело переписывать и, в общем, сдавать, раз люди вам дали такой образец, то они, в общем, за него должны отвечать. Конечно, бывает, что в образцах есть опечатки, ошибки, какие-то глупости. Если это опечатка или ошибка, вы видите, вы меняете. Если это глупость, то вы сначала пойдите и уточните, действительно ли это вот так, как тут написано. И вполне вероятно, что то, что вам кажется глупым, на самом деле, почему-то так и должно быть. Ну ладно. В общем, вот эта идея стандартизации, вы ее запомните, что каждый раз в деловой речи мы ищем хорошую формулировку. И чаще всего мы ее ищем не за счет индивидуального творчества, а за счет того, что мы смотрим, как подобную ситуацию описывали до нас люди. И это официально называется творчески списать. То есть, когда мы берем чужой документ, в общем, переписываем его, так или иначе подгоняем под свою ситуацию, оставляя базовые формулировки. Главное не забыть сменить фамилию. Ну то есть, свою вписать, потому что некоторые не понимают, что такое творческие переписы. И они в каком-то месте забываются и переписывают документ вместе с чужими данными. Это, конечно, неудобно. Вот. Дальше мы с вами движемся и говорим о следующем качестве деловой речи. Это объединим здесь два. Назовем так официальность и документальность. Официальность и документальность. Вы можете заключать договор с близким другом, но из текста документа это никак не будет видно. Документы всегда устроены таким образом, как будто эти люди или договаривающиеся стороны вообще друг о друге ничего не знают. Понятно? То есть, вот эта позиция, это и есть официальность. Неофициальность, это когда ты знаешь и когда ты на некоторой, ну, понятной дистанции с этим человеком, и ты можешь на него как-то влиять, как на человека. Официальность предполагает, что нет. Вот то, что в документе правда, все, что за скобками документа, это не важно, не правда, вообще не имеет отношения к делу. Более того, во многих договорах есть такой пункт, который подчеркивает эту официальность, такая фраза, обычно в финале текста документа, что все предыдущие устные договоренности, не вошедшие в этот документ, отныне считаются недействительными. То есть, вот эта вот фраза, она как раз демонстрирует, что такое официальность. Вы можете прийти к договору путем долгих переговоров, что-то друг другу обещать и прочее, но когда вы подписываете договор, все это остается за скобками. Вот в договоре то, что прописано, это работает. Документальность, да, в чем она проявляется? Итак, официальность проявляется в том, что люди там участвуют, как некоторые субъекты, не обладающие личными интересами, предпочтениями, обладающими только деловыми функциями, которые там написаны. Документальность предполагает, что документы вообще образуют систему. Документы образуют систему. Они взаимосвязаны. И, как правило, один документ становится, ну или там, приобретает силу за счет этой связи с другими документами. Ну, возьмем самые простые проявления документальности. Документы нумеруются. То есть они образуют вот эту вот систему, в которой каждый документ, любая бумажка, как-то описаны, заархивированы через понятные шифры. Ну, понятные я имею в виду, которые могут быть раскрыты, а не то, что их все понимают. Второй момент, который очень ясен. В документе мы часто ссылаемся на действия других документов. Ну, например, в одном приказе на другой приказ, в уставе на Конституцию Российской Федерации или на действующие законы и прочее, и прочее. Причем ссылки эти мы делаем весьма строгими. То есть мы не говорим это по закону, а мы указываем номера законов, названия законов и таким образом создаем документальность. Документальность в таком культурологическом плане, она проявлена таким образом. Все, что сказано в документе, и есть правда. Это, конечно, смешное утверждение, но оно очень важное для деловой речи. Смешное почему? Ну, потому что вообще-то можно создать документ, который будет враньем. В рамках преступления, в рамках мошенничества, в рамках глупости или шутки. Можно создать документ, который будет враньем. И все-таки сам документ, он всегда исходит из идей. Вот то, что написано в документе, это правда. Предположим, что над вами пошутили в армии и выдали вам свидетельство, что вы стали офицером. И все, все оформили, провели по бумагам и выдали. Это враньем, вы не офицер, например. Но как только у вас в руках этот документ, это правда, вы офицер. И вот эта странная вещь, документ, правдивость документа, а это и есть документальность. То есть то, что туда записали, стало правдой. Поэтому не рекомендуется в документах шутить. В сталинское время известно, что были шутники, которые любили себе в характеристике ерунду какую-нибудь приписать. Очень быстро такие шутники вывелись. Потому что в сталинское время, ну, написал в автобиографии какое-нибудь вранье. И тебя быстренько посчитали. И увели. Хотя я помню, что в перестроечное время, когда уже все советские вещи стали уходить, а документы советские оставались там, например, в отделе кадров, в трудовом договоре, были ли такие пункты, социальное происхождение. И люди очень любили там писать что-нибудь типа из царей или там еще что-нибудь. Ну, какие-то такие. Непонятно было, что такое социальное происхождение. Уже это было неважно. И люди вписывали туда, что попало. Ну, вот если представить, что кто-то написал из царей 50 лет назад, то есть в 35-м году, а не в 1985-м, то реакция на такую запись очень понятная была. Соответственно, вот это и то же. То, что в документе, то и правда. Вот написал и написал. Дальше движемся с вами. Осталось вообще качеств много. Я назову еще только два, потому что без них деловая речь не полно представлена. Хотя продолжать этот список можно долго. И напоминаю, есть специальные учебники по стилистике. Например, стилистика русского языка. Автор Маргарита Николаевна Кожина. И последнее издание выпущено совместно с Салимовским и Дускаевой. То есть там три автора на обложке. Кожина, Салимовский, Дускаева. Это очень сильный, хороший учебник. И там можно посмотреть о свойствах деловой речи подробнее значительно, чем я говорю. Но вот еще два качества назовем. Одно из них это императивность. Императивность. Две функции у деловой речи, как правило, называют важнейшими. Одна из них связана с констатацией фактов, а вторая с регламентацией человеческой деятельности. Вот идея императивности, она тоже еще одна идея, которая есть в любом документе. Потому что любой документ так или иначе говорит нам, что делать. Он может это говорить очень прямо, как, например, приказ. Он может нам это говорить в виде некоторых деклараций, как это делает Конституция. Но он может нам это говорить и подспудно, каким-то образом. То есть, когда прямых указаний к действию там нет. Но мы понимаем, что такой документ, он определяет наши поступки вот в каком-то объеме. То есть, идея императивности чрезвычайно важна. Отсюда такая большая роль слов долженствования. Необходимо, следует, рекомендуется. И последующих инфинитивных конструкций. Отметьте это, пожалуйста. Что в языке это проявляется отчетливо за счет усиления слов долженствования. Необходимо, следует, рекомендуется. Плюс последующий инфинитив. Рекомендуется делать то-то, 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 то-то. То есть, у нас везде будет инфинитив. Приказываю сделать, 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 сделать. Отчитаться. То есть, вот у нас будет одно это слово «долженствование» и дальше целый ряд инфинитивных. И последняя черта, о которой я сейчас скажу, это лаконизм деловой речи. О лаконизме говорю, потому что эта черта может представляться парадоксальной. И лаконизм деловой речи не похож, например, на лаконизм художественной речи. Мы традиционно себе представляем лаконичную речь, как речь краткую. Это и так, и не так. То есть, иногда она краткая, иногда нет. Деловой документ очень редко на людей производит впечатление краткости. Скорее наоборот. Он производит впечатление перегруженности, подробности. То есть, вот у нас мы читаем документы, видим, что там много-много всего сказано. И вот здесь нужно разъяснять, что лаконизм деловой речи предполагает, что все важное прописано с должной подробностью, а все малозначительное, неважное, несущественное убрано из документа вообще. То есть, лаконизм здесь, он такой двойной, что все важное прописывается с необходимой подробностью. А неважное просто исключается из этого документа. При этом даже самое важное, важное не повторяется. И это тоже лаконизм. То есть, вот, например, когда преподаватель читает лекцию, он вообще все время говорит одно и то же. Так устроен жанр лекции. Классическая лекция предполагает, что у нее есть одна важная мысль, и эта мысль проводится через все примеры, через все объяснения. И вот важно, чтобы человек эту мысль уяснил. Сегодняшнее информационное пространство таково, что на лекции надо много всяких фактов дать. И иногда студент вообще не чувствует, что есть какая-то мысль в этой лекции, а просто воспринимает это как наборы фактов, которые потом надо сдать на зачете или использовать в какой-то практической работе. Но классическая лекция, она именно так выстраивается, что есть мысль, и ты ее обосновываешь, доказываешь. Но сегодня о таких лекциях, конечно, трудно говорить. Но вот деловой документ, он иной. Там, если один раз что-то важное сказали, все это уже нигде не повторяют. Это уже пункт такой-то, такого-то договора. И все, он никуда уже не денется. Понятно, да? Ну так, по крайней мере, должно быть. Ну и все, в общем-то, можем переходить к практической работе. Сейчас я на время посмотрю, чтобы стало нам попонятнее. Итак, вот у нас есть еще 15 минут до конца этого часа. За эти 15 минут я вам предлагаю продемонстрировать, как вы поняли основные черты деловой речи и как вы их сможете применить. Я сейчас вам перескажу одну ситуацию, а вы должны будете подумать и записать ее в качестве деловой речи. При этом жанр надо говорить. Обратите внимание, пожалуйста, что деловая речь вообще плохо себя чувствует вне жанра. То есть, когда вам кто-то говорит написать документ, вам обязательно называют жанр. Потому что деловая речь в разных жанрах ведет себя не одинаково. Вам не надо оформлять, сейчас будет никаких шапок, никаких реквизитов, ничего. Просто надо, когда вы будете писать, понимать, что вы сейчас будете писать докладную записку. То есть, вот такой жанр. Докладная записка. А вы подумайте, я сейчас ситуацию расскажу, и вы сразу поймете, что это такое. Потому что жанры деловой речи, они тем и интересны, что они вообще-то изнутри сами себя проясняют. Главное помните, что это не объяснительная неприказа, это именно декладная записка. Ситуация такая. Мы с Марьей Ивановной пошли в столовую на обед. Она что-то запнулась, прямо на пороге упала. И, кажется, ногу поломала. Мы скорую 40 минут ждали. Потом еще приехали, что-то ей думала, вторую ногу ей сейчас поломают. И, в общем, увезли, сказали, долго ее на работе не будет. А у нас отчет в плановом отделе говорит, «Мы без Марьи Ивановны-то точно не справимся, нам бы на замену кого-нибудь». Все. А кому вы это рассказываете? Вы решите. Вот все, что вам необходимо, вы, пожалуйста, допридумывайте и делайте. Все, что нет. Меня лучше там не включать. То есть меня автором докладной не надо считать. Вы это все пишите от своего лица. Нет, это можно. Спасибо. 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 Ну да, не все написали. Давайте я что-нибудь одно похвалю, что-нибудь одно поругаю. Но то, что Марья Ивановна получила фамилию, это, конечно, очень правильно. То есть те, кто оставил ее безфамильной, те неправильно сделали с точки зрения деловой речи. Потому что в документе Марья Ивановна Петрова так или иначе обязана превратиться в Петрову МИ. Да, то есть она, да, это должно быть. Ну вот, это то, что касается одного замечания. Ну, а уровень подробностей не соответствует требованиям деловой речи здесь. Как у вас получилось? Ну, я вот сейчас уже поправлю. Читайте. Вы, конечно. Довожу до вашего сведения, что вчера, 13.05.2025, Петрова МИ сломала ногу. Ее больничный продлится неопределенный срок, более месяцев. В следствии этого нам для успешной сдачи планового отчета нужны дополнительные ресурсы или кадры. Ну да, ресурсы здесь не очень хорошо сказано, но в целом, да, неплохо, хотя можно было и покороче еще, но в целом общая идея документа правильная. Как у вас? В результате похода столовая Мария Ивановна, которая была в регионах больницы. Так она была бы плохой в работе с отчетом, а в связи с секретной ситуацией, ее некоторое время будет тонуть проще. Ну вот ваш текст, он такой получился, человек очень волновался, когда писал этот документ. Настолько, что даже порядок слов там что-то закрутился и неправильно прошел. То есть, в частности, появилась фраза, так как она была главой по работе с отчетом в связи с экстренной ситуацией, то есть явно не из документной речи. И обратите внимание, что вся ситуация, которая была описана, она имеет информационные блоки, нужные для докладной записки и ненужные. Пока общая тенденция такая, мы видим, что вы очень переживательны, что вы сосредоточены на блоках, которые вряд ли так уж важны. Ну, почитаем еще. Как у вас получилось? Совсем не дописали? Ну, надо все равно тут сейчас, что я прочитаю. Почитайте. Хорошо. Правда, слово «временно» зачем-то два раза поддавилось. Может быть, это не нужно было. Но вот здесь, пока из всего прочитанного, наиболее отчетливо осознана ситуация. То есть, в ситуации несколько блоков. Первое. Работник оказался в каком состоянии? Нетрудоспособности. Нетрудоспособности, да. То есть, он у нас временно нетрудоспособен. Вот у нас раз. Вторая часть ситуации. Есть некоторая срочная работа. Отчет. Для выполнения этой работы нужен человек на место выбывшего. То есть, вот у нас на самом деле три блока в этой ситуации. А все остальное отваливается. И все три блока у вас хорошо выражены. И в частности, идея временной нетрудоспособности. То есть, стандартное изложение подобной ситуации появилось. Подчеркну, что с точки зрения докладной записки, нога там поломана, и зуб выбитый, и еще что-то случилось. Это не так важно. Важно, что человек не попадает на работу. Ну, давайте еще немножко почитаем. Как он называется? Как он? Что такое? Что он сейчас? Довольно то, что он делает. Какой там? Рома спросит. Так я что? Очень неплохо. Только давайте несколько моментов проясним. Вот, например, называть должности этого человека – это абсолютно правильно. А вот словосочетание «долгая нетрудоспособность с такой-то до такой-то даты» – это, согласитесь, для деловой речи нонсенс. То есть, когда есть даты, не надо характеризовать, долгая она или не долгая. Правда, откуда вы эти даты взяли, не вполне известно. Но с точки зрения логики документов, это правильно. То есть, что даты надо поискать или получить там, ну, точные сведения о том, что, например, две недели человека не будет. Да? Или там какой-то прогноз есть. И указывать именно эти даты. Ну, ладно. Давайте еще раз пройдемся по этой ситуации. Вот мы ее на три блока разложили. Что у нас там важно? Что у этого человека есть обязательно фамилия, и есть инициалы, и есть должность. Без этого нам очень трудно описывать ситуацию, и это я не называл. Соответственно, надо было доводить до предыдущих. Молодцы! Фактически все, так или иначе прочитавшие, ввели дату происшествия. То есть, это правильный ход. Попытались зафиксировать сроки, попытались попросить сотрудника и указать, что это соответствующий специалист. Я бы еще подчеркнул, что чаще всего в такой докладной формируется предложение, кого именно прислать на замену, потому что работа с отчетом вряд ли предполагает, что можно кого попало туда отправить. То есть, в этом смысле можно попросить и конкретного сотрудника, например, из бухгалтерии. То есть, который также связан с подобными отчетами. Ну, вот этот опыт, он позволяет вам, посмотрев собственный текст, увидеть, как у вас тенденции превращения неделовой речи в деловую. И вы видите, что, по сути, достаточно длинная история превращается в одно-два предложения. очень строгих, где эмоциональное отношение к травме, полученной Марией Ивановной некоторой, оно переходит в другую совершенно сферу. сферу фиксации некоторых фактов и формирование регламентирующих высказываний, то есть, вот этой просьбы о замене. Пять минут отдыхаем, друзья, можно забрать я в заголовок лексические характеристики деловой речи. Ну, прежде чем поработать практически с лексикой делового стиля, я должен оговориться, что официальный деловой стиль вообще-то большое явление, очень объемное. И мы берем далеко не весь стиль. В частности, мы не изучаем с вами текст законов. Язык законов — это внутри официальной деловой речи находящийся ресурс, но он требует уже юридических знаний и от меня, и от вас, и изучается специально на юридических факультетах. Мы не изучаем с вами язык дипломатии. Язык дипломатии тоже находится внутри деловой речи, но это тоже весьма отдельная, особенная система речи, изучается подробно на факультетах международных отношений и там, где подобные дисциплины проявляются. По большому счету, мы с вами из всей деловой речи берем то, что традиционно называется язык документов. Язык документов — вот этот подстиль, который связан с жанрами документов и с общими представлениями о том, что в деловой речи хорошо, что плохо. Но, когда мы говорим о лексике, я должен сначала назвать некоторые черты, вы их сейчас отметьте. Что бросается сразу же в глаза, когда мы смотрим на документы? Во-первых, обилие повторов, обилие лексических повторов. Вам может казаться, что это противоречит идее лаконизма, но здесь разные вещи. Лаконизм предполагает, что нет содержательных повторов, что блоки информации не повторяются. А как раз слова повторяются и очень часто. Связано это с запретом на синонимические замены. Запишите. Обилие лексических повторов связано с запретом на синонимические замены. То есть деловая речь в принципе не предполагает, что вы для благослучия не хотите употреблять одно и то же слово часто. Напротив, как только вы зафиксировали какое-то слово, вы в документе, каждый раз обращаясь к этому понятию, должны использовать именно это слово, а не что-нибудь другое. Еще один параметр, характерный для лексики. Лексика деловой речи часто систематизируется за счет соотносительных пар. Соотносительные пары. Я здесь боюсь вас запутать и не хочу называть это антонимами, хотя иногда в литературе это называется за счет специфической антонимии. За счет соотносительных пар. Что имеется в виду? Имеется в виду, что если слово истец появится, то можно гарантировать, что рядом будет слово ответчик, так или иначе. То есть вот эти пары, арендатор-арендодатель, истец-ответчик, заказчик-исполнитель. Также для лексики деловой речи характерны номенклатурные существительные. Это название предприятий, должностей, профессий, товаров и услуг и тому подобное. Название предприятий, должностей, профессий, товаров и услуг и прочее. В частности, внутри документов часто появляется номенклатура документов. То есть перечисление некоторых документов, которые должны еще появляться. В целом, конечно, мы уже говорили о юридических терминах и об общем книжном характере речи. Давайте это еще раз обозначим. Юридические термины, может быть, не надо уже писать, а просто записать. Общий книжный характер речи. То есть все разговорное, все жаргонное и просторечное исключается полностью из официальной деловой стихии. Сейчас вам нужно нарисовать табличку. Вы свою страницу, пожалуйста, поделите зрительно на пять колонок и сделайте три колонки в одну пятую, а четвертую колонку как две пятых страницы. То есть четвертая колонка у вас должна быть широкой. Три колонки по одной пятой и четвертая колонка две пятых от страницы. В первой колонке пишем, лексика употребимая только в деловой речи. Лексика употребимая только в деловой речи. Любые удобные вам сокращения, пожалуйста, сейчас используйте, развернуто не нужно там писать. Второе. Межстилевая лексика. То есть, возможно, и в деловой речи, и в других стилях. Межстилевая лексика. Третья колонка, давайте ее условно назовем, зафретные для деловой речи слова. То есть слова, которые никогда не употребляются в деловой речи. Четвертая колонка. Причины запрета. Я сейчас буду вам диктовать слова. Вы их разбиваете или в первую, или во вторую, или в третью колонку. Про слова третьей колонки дальше вы самостоятельно в четвертой колонке пишите, и объясняем, почему, на ваш взгляд, это слово не попадает в деловую речь. Объяснения могут быть как строго научными, если хватает здесь знаний, так и некоторыми интуитивными, почему слово не попадает в деловую речь. А в пятой колонке что-то? В пятой колонке нет. А, нет. У нас их три, и четвертая как две пятых. Давайте я еще здесь немножечко скажу. Вот когда я говорю, никогда не попадает в деловую речь, то вы же понимаете, что язык есть язык, и на самом деле все иногда уже не попадает. Ну, в частности, есть такие документы, как протокол. В частности, то, что раньше называлось милицейским протоколом. Я не знаю, называется ли он сейчас полицейским протоколом. Просто не знаю, поэтому боюсь употреблять словосочетания. Вот там по правилам составления протокола четко сказано, что максимально близко к речи говорящего. То есть, если говорящий что-то сказал, то это попадет в протокол. А протокол – это документ. И в этом смысле гарантировать, что туда не попадет что-то, что вообще-то не свойственны деловой речи, мы не можем. Так что вы здесь, конечно, не должны так вот угрюмо обдумывать. Будет, не будет, а смотреть на общую тенденцию, какие слова не свойственны деловой речи. пишем административное правонарушение. Административное правонарушение. Арендаторы. Безотлагательно. Благодарственное письмо. Быстро. Бюрократ. В самом деле. Десять. Зачетка. Домовладелец. Единопременное пособие. Жульничать. Завсегда. Замечательно. Инвентаризация. Истец. Касса. Курсовая работа. Место жительства. В одну стол. Мешанина. Немножко. Немножко. Неучтенка. Немножко. Немножко. Нижеизложенный. Нармально. Нынешний. Обналичка. Ознакомление. Осуществлять контроль. Отсрочка. Подлежит изъятию. Подписать контракт. Поработать. Посоветовать. Продавщица. Самый хороший. Свидетель. Самые хорошие цветы. Совместные работы. Текущий период. Тетрадь. Техническая помощь. Дождественные. Тепет 14-й. Тетрадь. Свидетельный. Тетрадь. Тетрадь. Тождественные. Фальсифицировать холодильник, чудесный случай. Чуть-чуть электричка. Итак, пожалуйста, первую и вторую колонку вы просто перепроверяете, чтобы убериться в том, что вы сделали правильный выбор. А третью колонку вы прописываете, то есть в четвертой колонке про каждое слово третьей колонки вы должны прояснить, почему же вы считаете, что это слово в беловой речи не используется. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok А почему у вас слово «безотлагательное» не попало в первую колонну? Осознанно или нет? Вот какой был вход рассуждения? Просто упустили, да? Я бы хотел обратить ваше внимание именно на слово «безотлагательное». Дело в том, что оно, конечно, есть и в других стилях, но в других стилях оно используется не так, теряя свою сущность. Что такое «безотлагательное» для деловой речи? Вот нет, пока это настолько быстро, как только можно, это непонятно для деловой речи. А что вы имели в виду, когда говорили «действительно безотлагательное»? Можно раньше. Все это срочно, раньше, это все неделовая речь. Я бы пошел делать там. Одну часть вы описали хорошо, встал и пошел делать, но надо еще, извините, добавить, а по дороге очень захотел в туалет, но все равно продолжил делать то, что надо. То есть безотлагательно, вот вы очень правильно описали ситуацию, сидишь там, выполняешь домашнее задание по русскому языку, очень занят, очень увлечен. Но тут безотлагательно надо что-то сделать. Это значит оставил то, что делал, и пошел делать. Это идея первоочередности и непрерывности. А пока мы думаем, что безотлагательное – это быстро, срочно и прочее, это не деловая речь. Да куда им надо? Первую, конечно. Первую. Теперь о слове «тождественное». Это смешное здесь слово, потому что оно может попасть и в первую, и во вторую, и в третью колонии при разном ходе рассуждений. Например, те, кто включил его в первую, а кто-то еще есть, кроме читавшего? Есть, да. То есть это вы реагируете на нормы деловой речи 20 века. Действительно, годов до 80-х 20 века в пособиях по деловой речи было написано, что типично употребление устарелых и устаревающих слов, потому что деловая речь обновляется очень медленно, и там долго-долго были устаревшие слова. И слово «тождественный», как одно из них, действительно было. И рядом были местоимения типа «сия», и какие-нибудь «ибы» и «дабы». Да, то есть они там попадались. В 80-х годах 20 века стали понемногу убирать из документов эти устарелые слова, и сегодня уже этот признак не называют. Поэтому, кто включил в первую колонку, это среагировали на память о старых документах. Действительно, слово «тождественный» часто появляется. Те, кто писал во вторую колонку, те вспомнили, что слово «тождественный» употребляется в математике очень активно, и спокойно могли им пользоваться. А те, кто включил в третью колонку, я думаю, такие есть. Это как раз реакция на то, что «тождественное» устаревающее слово, и по современным нормам деловой речи туда уже попадать не должно. Еще одно замечание по поводу слова «текущий период». Действительно, в документах очень часто оно появляется, но, на мой взгляд, это неправомочное появление слова. В текущий период в документах можно будет употребить, если хорошо понятно, о каком периоде говорится и где его граница. Ну да, и вообще-то правильная замена словосочетания «текущий период» это словосочетание по типу «отчетный период». То есть, когда у нас сроки отчета, они действительно заданы. А текущий период – это сейчас. И это плохо для деловой речи. Понятно? Хотя появляется, но вы его пометьте, что правильным оно становится только при отчетливости границ этого периода. Если этих границ нет, и это просто выражение синонимичное слову «сейчас», то ему в деловой речи делать нечего, его надо отсюда убирать. Ну, и достаточно по первой колонке. Сейчас вторую почитаем, посмотрим, что там пересекается, попадает. Почитайте, пожалуйста. Административное правонарушение. Авидатор, безоблагательное, единовременное пособие, инвентаризация. А вы точно вторую читаете? Не, мы сейчас первую. Нет, нет, вторую. Я и удивляюсь, что весь набор прошел. Благодарственное письмо. Быстро. Десять. Домоплоделец. Расса. Курсовая работа. Место жительства. Ознакомление. Посоветовать. Продавщица. И брать. Тождественные уведомления. Хорошо. Ну, давайте кое-что поубираем. Ну, например, возле места жительства отчетливо поставим стрелку в первую колонку. Потому что место жительства – это понятие официальной деловой речи. Во всех других случаях мы пользуемся понятием адрес или мой дом и прочее. Место жительства – это только внутри деловой речи. Кто еще про какое слово скажет, что ему точно не место во второй колонке? Продавщица. А в какую колонку убирают? В третью. В третью. Почему? Потому что продавец у любого колонка. Админатор Казалабра. Потому что в номенклатурах должности примат мужского рода в деловой речи, соответственно, женские варианты появляются только в тех случаях, когда нет мужского эквивалента. То есть вот когда его нет, ну, например, с советских времен есть этот пример, это слово «машинистка», как наборщица текстов, как женщина-ксерокс. Она действительно, ну, это действительно так, множительный аппарат, полностью убрал эту профессию, то есть ее теперь больше нет физически. Этой профессии. А когда домашние пыро были, это большие комнаты, где люди сидят и набирают, размножают эти тексты, существовала профессия, и она была зафиксирована именно как слово женского рода. Ну, сходная ситуация с выражением «медсестра», иногда даже мужчин пытаются назвать «медсестра», потому что в номенклатуре нет слова «медбрата». В наборе специальностей нет «медбрата», и некоторые жесткие кадровики, вместо того, чтобы просто написать «медработник», они пытаются туда вписать «медсестру», потому что «медсестра» существует. Как, например, «нянечка» существует, да, как помощница в «медсестру», а «нянечка» не существует. Ну, ладно, не будем здесь куда-то далеко уходить, но факт, что продавщицы там не место, да. Ну, пока я все это говорил, я, конечно, уже задумал, что вы читали во второй колонке, но еще раз напомню, что первая и вторая колонка, они проницаемые, и здесь важно чувствовать как бы цитацию из документа. Вот, например, для меня очень характерно, что слово «курсовая работа» вы вписали в первую колонку, и мне представляется, что это хорошо, потому что вообще-то это название, оно действительно деловое, хотя оно нам и знакомо по учебной речи, да, по образованию, но по сути-то это слово, которое прописано в документах, и только в документах активно и работает, или в деловых ситуациях. Конечно, туда могут попадать и словосочетания, типа «совместная работа», потому что вне деловых документов мы это назовем как-нибудь по-другому, но эти же слова совершенно спокойно себя чувствуют и во второй колонке, потому что легко доказать, что они встречаются и в других стилях. Переходим к третьей колонке, здесь надо уже жестко каждое слово описывать, я сейчас тоже возьму набор слов, чтобы мы ничего не пропустили, и здесь мы пойдем, сколько нам хватит слов, каждый про одно слово будет говорить и объяснять, почему оно не попадает. Начинайте, дорогие. Начинайте, это сначала. А таблица кончилась. А, то есть вы ее... Ну, вообще, да, у нас с вами странные разные представления о таблицах, потому что у меня представление такое, что первая колонка не имеет в себе разрывов больших и прочее, что вот первая, вторая, третья. Ну, у вас так и сделано, а у некоторых сделано так, что... Давайте не с электрички, Ром, вы с какого слова начнете? С зачетки. Надо с быстро, конечно, начинать. Да, давайте с быстро. У вас попало слово «быстро»? Третью. А в какую попало? Во вторую. А во вторую не должно попасть. Почему? Потому что нет отчетливой оценки, что такое в точности быстро. То, что для меня быстро, для вас может быть медленно. Представьте, что вы будете на мое быстро решить задачу по физике и ориентироваться. Я ее год буду решать, мне быстро будет все еще. А вам не подожди, я думаю. У вас тоже так бывает, да? Ну, я понимаю. Следующее слово. И так быстро зафиксировали. Субъективная. Бюрократ. Почему? Но оно не разговорное. А я в первое поставил. Нет, бюрократ, конечно, из третьей группы, но оно не разговорное. Субъективная окраска. Субъективная. Негативная окраска. Да? Обратите внимание, вот слово субъективный у вас обязательно должно сейчас в четвертой колонке появляться. Потому что кого мы называем бюрократом? По настроению. Чиновника, работой которого мы недовольны, потому что считаем, что он мало уделяет нам внимания лично, а много уделяет внимания бумагам. Но вообще-то для чиновника это правильно. То есть это вообще-то хорошая его черта придерживаться буквы закона. Он этим и должен заниматься. Да, переносим под... Потом, ну, должен принять цены. Да, не всегда, конечно. Мы можем вахтера обзывать бюрократом, имея в виду, что он нас без пропуска не пускает. Но это неправильно, конечно. Потому что это его работа. Итак, бюрократ субъективное, оценочное слово, поэтому в деловую речь не попадает. Следующее. Зачем? А в самом деле расскажу сам о том, что он не интересен. Почему? Ну, это вы мне должны рассказать. В самом деле, все включили в третью колонку? Поднимите руку, кто не включил в третью колонку. Не включил. Вообще точно в третью. Точно в третью. Прямо переносите. Объяснение есть, и очень простое, кто попытается. У него нет особой смыслово-наброски. Это неплохо сказано, но надо бы как-то еще немножко добавить. Я считаю, что это слово, учитывая характер, как в деловой речи, но все заранее уточнено. У вас лучше получилось сказать, надо только додумать, что вы имеете в виду. Что значит нет смысловой нагрузки? Как танчики? Нам не мешает локоничности. Мешает локоничности. Ну, только почему я не услышал. А что? Я не услышал вас, извините, тихо сказать. Но в этом слове, как бы, есть эмоциональный указ либо уверенности, либо семейные, если вы хотите отказаться? Ну, вот, в деловой речи, напоминаю вам, есть такой параметр документальность. Все, что в документе, все на самом деле. Там ничего другого никогда не бывает. Любая попытка уточнить, что в документе это на самом деле, как бы предполагает, что есть там что-то, что не на самом деле. И это подрыв вообще всей деловой речи. Так что это слово, оно содержательно, неуместно в деловой речи, так как там работает принцип документальности. Там все всегда соответствует действительности. Так и должно быть. Если это не так, то это нарушение закона. О чем мы остановились знакомы? Зачетка. 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 Зачетная подышка. А слово зачетка какое? Разговорное. 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 Ну, конечно, не жаргонное и простоечное, но разговорное это слово не будет в деловой речи, будет полная номинация. Дальше. А вы? Ну, всегда. Почему? Не знаю, мне нравится. Мне вообще не нравится. Журничка. Выберешься, значит, пропустили. Пропустили, да. Ну, про завсегда договорите, мы сейчас вернемся. Мне нравится присажать за и по, мне кажется, лишним просто всегда, чтобы были четкие, ясно. Завсегда. Завсегда просторечное слово. Завсегда просторечное слово. Оно, в принципе, не попадет в деловую речь. Но и слово всегда, как верно вам заметили, оно тоже не попадает в деловую речь. Потому что у нас есть понятие бессрочное. Бессрока давности и прочее. Слово всегда и никогда уж слишком содержит в себе вот эту неуверенность в том, что мы в жизни про все говорим всегда, никогда, ни за что. На самом деле это не работает. И поэтому в деловой речи уточняются сроки. А если сроков нет, тогда и есть навсегда в значении бессрочное действие. Возвращаемся к журничать. Почему журничать не работает? Разговорная. Разговорная. А, например, разбой неразговорная. А разбой, по-вашему, нет в деловой речи? Нет, журничать, конечно, в третьей колонке. А почему я слова типа разбой, кража здесь вспомнил, мошенничество? Потому что у них есть юридические определения. А у слова жульничать, которое вообще-то из той же группы, но у него нет юридического определения, соответственно, оно не употребляется в деловой речи. И действительно, когда мы смотрим на значение этого слова, мы видим, что мы в этом слове объединяем и преступления, и хитроватость, и еще какие-то вещи, которые не наказуемы, но нам почему-то неприятно. Дальше. Замечательное, эмоциональное, праздное. Причем субъективное. Иногда в деловую речь слово замечательный проникнет, но только в торжественную. Например, в поздравительное письмо слово замечательный может проникнуть, потому что там есть место этой субъективной оцены. Мишанину убираем, слово действительно разговорное. А еще на что нужно обратить внимание? Называет явление нехарактерное для официального описания, то есть хаос. Деловая речь не умеет описывать хаос. Она всегда все структурирует. Когда что-то хаотично, деловая речь откажется это описать. Она не умеет просто. А можете про кассу сказать? Да, это обыкновенное нейтральное слово. И, например, слово кассир, слово касса, сберегательная касса. Это часть и деловой речи, и других стилей. Так что совершенно спокойно во второй колонке. А в каком значении про кассу подумаешь, что она... Может использовать нужно кассовый аппарат. Такие сложные описания. У нас есть касса просто словом, как таковое. То есть пройдите в кассу. Касса находится там. Касса оперного театра, да. То есть касса работает. Дальше. Касса будет просто касса. Немножко. Почему? Потому что немножко. Потому что опять субъективное измерение. То есть непонятное субъективное. Дальше. Неучтенно, а просторечное. Ну, не просторечное, а разговорное. Неучтенно. Неучтенный товар, неучтенный доход и так далее. То есть в развернутых номинациях. Дальше. Нынешнее. Совершенно верно. Почему убираем? Разговорное и опять же какое... Нет, нет, оно не устаревшее. Оно просто неточное. То есть нынешнее, это непонятно, когда. Сроки у нас указываются точно. Одно слово пропустили. Нормально. Нормально, конечно. Это опять субъективное характеристие. Оно не эмоциональное. Оно субъективное. То есть, что нормально, мы не можем это строго описать. И поэтому надо уточнять, что это такое. Ну, тогда нормальные условия. Оно работает. Нормально в геометическом смысле. Нет, друзья, термины, когда вы говорите нормально в геометическом смысле, я вам сразу говорю, это термин, я даже не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. В общем, есть ваше объяснение. Да нет, почему, я не боюсь объяснения. Можно объяснить. Нормальные условия работы. То есть, там, температура, что-то, что-то. Ну, вот в том-то. Это определение используется в ситуациях, когда вас хотят заманить на работу и не говорят, что там за условия. Нет, ну и пожалуйста, пишите. Пожалуйста, пишите. Но у вас, я вам твердо говорю, что как только у вас там есть нормальные условия, у вас где-то точно описан стандарт. Нет, а нормальные условия. Нет, вот кто-то, может, все и знают. Но вы же не выйдете в сети, где-то знают стандартные. Ну, да, бывает. Еще раз. Сочетание нормального условия можно? Нет, это только если вы их терминологизируете и опишете. То есть, вы, ну да, я и говорил, ну, в физике, а не в языке документов. Ну, представьте, что вас принимают на работу и там написано условия, труда нормальные. А вы не спрашивайте, что это такое. Потому что они в физике, а не в языке документов. Потому что все, что они в питое остаются. Все, друзья, давайте дальше двигаться. Обналичка – это разговорное слово, сокращенное. Обналичка меняем на что? Обналичка. Обналичка – это обналичивание средств. Дальше. Отсрочка. А вот отсрочка зря сюда попала. Она похожа, но это как раз слово зафиксировано в деловых документах. У нас у него есть определение, есть понятие отсрочка, выплаты кредита, отсрочка от службы в армии и прочее. Средний колонок можно отсрочить? Конечно, она там и должна быть. Слово отсрочка как раз функционирует. Вот, вот. Дальше. Чудесный случай. Уже так далеко. Это очень далеко. Электричка. Смотрите, давайте на грех гляну, мне кажется, что мы расшутились с вами и уже вылетаем. Давайте дальше я пробегу очень коротко и скажу про слова, которые должны обязательно попадать в третью колонку. Это слово «поработать», потому что в данном случае у приставки «по» есть значение неполноты действия, и это непонятное явление с точки зрения деловой речи. Посоветовать, как и слово «советовать» в деловой речи не употребляется. Там работает понятие «рекомендовать», потому что совет обязательно предполагает личные отношения между говорящими. В частности, совет нужно просить, что к тебе дали. Продавщицу объяснили, самый хороший, субъективно-оценочный, дальше, про текущий период сказал, дождественные говорили, дальше, чудесный случай, субъективно-оценочный, чуть-чуть, количественное описание субъективное, и электричка, разговорная, полная номинация, электропоезд. А холодильник? А холодильник спокойно живет во второй колонке. Потому что это нейтральное слово, и оно используется. Как ваше время? А есть в тебе? Нет. Нет. А холодильник спокойно живет во второй колонке. Друзья, не забывайте на следующем занятии контрольную опросу, мы вообще с вами входим в ритм, у нас сейчас каждое занятие контрольное. Я это контрол диктантно-гладыши. Продолжение следует...